В эфире Народное Славянское Радио. Поехали! Поехали! В эфире Народное Славянское Радио. 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 В аграрном университете. В эфире Народное Славянское Радио. 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 З Frye Народное Славянское Радио. В основном все были ударные, зашумовые. Ну а мы уж W S. Волосом своим помогали. Инструменты тебе тоже ведь видите. Акрыления которой при стикале Tibij? repeats. об sig de stock dra Democratice. 117 площадке все какой хотел. Поиграл одним, ходи, возьми другой. И малые дети брали, и взрослые, и все, кто хотел, кто-то выбирал. Хотел инструмент, такой и выбирал. А ведь в этот год-то изба сказок-то какая интересная тоже была. А ведь разделили. Просто это год, как бы малые да взрослые-то все вместе были. А сей год-то они как бы все и поделили. Маленькие-то днем были, а мы-то уж игрово такое было. И там и детки рассказывали, с нами тоже ездили с Кушко-Полые Ивушки. И мы-то уж вечером, там уж специально для взрослых. Мы-то вот мы и рассказали деткам-то маленьким, и деткам-то не выслушать. Так это хорошо, ну вот. Это знакомились с каким мужским-то пением, с быличками, с мужиками-то у. О, какие замечательные, Александр. Да, заслушаешься. Группового пели, былину-то. Да, 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 да. Со свинным сам, блин, да. Мужики-то как хорошо пели, да, втроем. Да потом уж это все твердое пришло. Да, присоединились. О, вот где. Голоси шатит. Долго песни-то ведь были на эти аппараты долгие. Так, мы тоже торопились, ведь мы не все в одном месте-то. Мы еще ходили на дефиле. Ну, че так оно называется-то. Своим тряпьем трясли. Нарядье показывали. Старо-то это все свое обрядье. Из сундуков-то, из бабушкиных-то, которые вытащены, да, в котором выступан-то, да, показывали. Демонстрировали, да, и рассказывали. Из чего сшито, да, где взяли. Да какая ткань, да откуда она взялась у нас. А мы тут много чего показывали невесту женихой, показывали, да, подружек у жениха с невестой, что наряжали во время свадьбы, да, после. Да и наших женок-то тоже все были представлены, кто в чем. В разных сарафанах, да, и в косоклинах, и в круглых, и в этих и пестридинниках, и в набивальниках. И, ой, какого-то еле запомнила Берлинтова или какой-то такой был. Да, да, да. Такое название, так и я язык-то сломала, пока рассказывала про это шарфан. Хорошо, сорновела-то, Люся, ты молодела. Вот, так нас тут нафотографировали, мы все радехоньки. Представляться-то. Да, рады. Да и песен попели ведь тоже. Да, да, а молодежь такая хорошо. О, какая невеста-то была в Аскаре. А ну, пожалуй, красиво на вечер это. А богато-то как-то. А повязка-то. А жених вот такой чековатой, хороший. Да-то у нас ребята-то были из Кушка-ПВ, девушки. Да, из Пиньи. Нам помогали. Да, молодцы ведь, тяжело добирались. Ой, хорошо, хорошо. Не знаю, хорошо, хоть родители отпустили ведь. Пиньида еще не замерзла. По такой кемноты добирались. Окружно. Так, обратно-то они перешли через реку-то. Река-то еще не стало. Родители с фонарями встречали. Ночью-то в 12 часов, как они там делали. Первые по замерзшей-то реке шли? Да. Первые? Ну ладно. Ой, молодцы, молодцы. Хорошо, они нам тоже помогали. Да, ну вот, от чего надо, наверное, нам поблагодарить, кто тут о нас все заботится. Да, да, обязательно. Наверняка не слушает клиента. Поездка очень понравилась. Да, очень понравилась. Мы познакомились со многими людьми, с творческими, с коллективами. Мы хотим поблагодарить, конечно, очень по-серьезному поклониться прямо Артуру Гавриленко, главному организатору. Да, поклон низкой. Потом всему аграрному университету. Там хорошо встречаю, все так душевно, все выделено, все правильно. И самому Ефимову Виктору Алексеевичу Ректору. Да, уж он был. О, какой грамотный мужик, как нам он приглянулся. Поклон. Поклон ему тоже низкий. Конечно, и властям города Пушкина тоже. Да, они витам тоже, молодцы. А еще мы только маленько лично хотим поблагодарить семью Мельниковых. Диана, да, Володю, за заботу и хлопоты. Тут возили нас, как царевны ездили на машины, да, кормили, да. Почти носком носили. Шаг не давали. Володя, мы тебя с утра пили, а сами на поезд-то раньше на час пришли, мы все признаться. Все равно спасибо, Диана. Да, и Володя, очень хорошо. В музее самому семьи Рерихов. Вот мы ведь уже четвертый раз у них площадку брали для нашего представления. В этот раз мы проводы в реку-то и показывали. А там все хорошо тоже. А народу-то поратвить могут быть. А народу-то сколько, да. А все ведь надо рассадить. Не влезли в завод. Вот живы хорошие были. А также мы Наталью Акимову хотим поблагодарить. Это заслуженная артистка Малого драматического театра. Ее семью за теплый прием. Целые сутки девушка нам тут посвятила, возила, показывала. Встречи организовывала интересные и нужные нам. А также благодарим Наташу Седову. Слышишь нас, Наталья? Да, конечно. И мужа твоего. Тоже опустали на автобус. За броды и кида. Ночью-то Николай нас вез. Да. Софью Короткову на карточке, которая нас читала. Там мы пора, полюбы получились. Будь то как нам это, 20 лет, чуть поболее. Идиллический-то костюм как раз. Да. Карточки там на той. Да. Валю Таратайко. Еще нашу подружку. Да, съемки сделала хорошие. На подхвате у нас было. Все время выручает. Валюша, спасибо тебе большое. А также ансамбль Матицу из Жорского музея. Тоже ребята так нам понравились, да? Да, да, да. Серьезный такой интересный ансамбль. Надо задружиться с ними. Надо дружить. Так мы каждый раз с кем-нибудь подружимся до новой встречи. Так ведь так хорошо, да Люба, так ой, коль хорошо. Домой вот приехали, так редкую репетицию, редкие посиделки. Вот наша репетиция, это посиделки называется. И есть несколько вина. Да, Галина, но с кем-нибудь ты уже связала? На посиделках-то. На посиделках-то. Пока сидели, да ты связала? А у нее внуков-то 5 родок, ведь ей ехал до дома-то вязать. Жалко у нас сегодня трое сразу заболело. Никак не могли прийти, поэтому вот сидим с пятером. Да, однако. Да, так у нас уже 8 родов. 8 родов, да. 8 родов, да, да. 8 родов, да, 8 родов. Мы сегодня в малом составе. Ну, так ладно. Ну, еще что, вечер это рассказать. Доживем, да пригласят, да поедем снова, да? Обязательно, обязательно. А про вечер это еще скажу. Говорим, что все, слушаем, доходим. Все-то, конечно, не высмотрели, не успели. Не, не могу, там все не обойти. А мы ведь с Катериной-то все равно сбегали да поплясали. Ну, как-то успели. Вот, как-то я покажу, и мы с толого пошли. А мы взяли да заскочили ненадолго. Думаешь, на такой празднике такой бывает. Так, надо вечером позачинать не в три дня, а в девять. И то времени, наверное, не хватит. Пляски такие задорные. Приехала, да включила внучке, да, ой, как она у меня тут выплясывала. Очень задорные пляски. Нам бы ножки молоды, так мы бы позже не отстали ни от кого. Ну, пробуем. Ну, у нас ведь нынче были кушкопальские девушки, так они поплясали, им очень понравилось. Они обещают и на будущий год явиться. Уже приглашение получили? Да, да, да. А как же? Понравились? Ну, вот и все тогда про вечеру-то. Пора и заканчивать. Ой, хорошо, хорошо рассказали. Вы прямо сказали, когда вечер начинает с утра, так это вообще здорово будет получаться. Да, чтобы нам что-то не плутать по Питеру-то. Да, готовь сани когда летом, да, зимой, а вечер начинает прямо с утра. Так она вечер и будет утренней у нас называться. А когда на ферном ночью ходит? Ну, понятно. Дни-то коротенькие, так и не заметишь, утр или вечера. Пока плясали, так и день пролетел. Так и надо с утра и до утра прямо, тогда и вечера будет. А потому что люди-то не насытились еще? Ни плясками, ни просмотрами не успели. А как бы с утра-то до семи-то часов зачинали, как ранее коровы ходили доить. Да, ну, конечно бы, все бывает у правил. Да как корову подоил, так и иди на вечеру, да, сразу? Да, да. Обрядился, да иди. До доньки, до доньки. До того договорим, что уже два дня, скажем, мало будет. Когда и так три идет. А там два. Тогда надо по-другому поступать. Надо прямо с пятницы, с вечера начинать, чтобы вечера была настоящая. И так субботу, и воскресенье вечером заканчат. Тогда будет вечера. День еще до утра. Не, ну понедельник народ уже идет гулять. На работу. На работу что? И гулять. Я и говорю, гулять на работу уже идет. Так с песни и плясками на работу и приходят в костюмах. А робить, Надь. А мы иногда так и прибегаем на работу. И как на работе смотрят? Я думаю, мы все на пенсии. Но ведь бегали раньше-то тоже. Понятно, хорошо. Ну а что пели-то на вечере? Расскажите нашим слушателям. А то, может, и покажите. Спойте. А мы там делали совместно с Ивушками, Кушкопальскими. Их выводили, ребят, в свет. Игровую. Просто комароха. Наверное, лучше не эту уж, если нам спеть-то. Так, мы сейчас на посиделках. Мы потом на посиделках-то напоем. Да, мы там поддерживали, Кушкопальские, Ивушки. Их поддерживали, чтобы нам главное было их показать. А мы-то уж там на заднем плане как бы старались их в люди вывести. Ну да, что эти... Да, да, да. Скоро вот Никола так... Да, наверное, давайте лучше о Николы теперь уж перейдем. С Тошко-сельской-то. Да. Да, вот. Может, что спели, а потом вы перешли? Или как? Или у вас там план свой есть, как куда-чего переходить? Маленько-то есть. Маленько-то... Ну тогда давайте по плану. Как говорить-то, куды чего привязать-то, чтобы интересно-то было, да понятней. Ну мы теперь маленько расскажем, как у нас на Финниге, ну, полвека назад праздновали. Уж теперь-то я не знаю, как мы в Дворхангельске живем. А все родом-то мы, конечно, в Финниге. Так вот, что в детстве-то осталось, какие впечатления до воспоминания. Так вот этим поделимся, хорошо? Так хорошо, давай делись. Ну, вот, да. Мы вот с Покшенья-то у нас род в нашем коллективе сразу оттуда. Катя, Ольга да я. Сразу три человека. Гнездо у нас там родовое. Поповы мы все. Так вот, мы на Николу-то ездили в деревню Красно. А она, эта деревня-то стоит на реке Покшеньги. А Покшеньга-то является притоком Пиннига. Красивая река-то, Покшеньга была в студии, она такая. Две реки надо было переходить, чтобы бабушке да дедушке на Николу попасть. Так нас родители зимой-то посадят в кресла. И вот везут, закутают всех. И повезут бабушке да дедушке. А праздник-то у нас этот там почитался в Красном. Он был престольным праздником. Поэтому народу-то собиралось много. В Сародня поди. Дядя Плана приезжал из Сибири. Это младший сын у дедушки с бабушкой. Да, котя? Да, да, да. Вот. Старший сын дядя Николай со своей женой, с деденкой нашей. Это старший сын с Архангельска приезжал. Большая у нее семья-то была. Да. Да все три дочери, три сестры нашей матери, с Катей да с Ольгой, тоже с Карповой горы с нами со всема приезжали. Так что людно собиралось-то. А наши дедушка да бабушка стариките. Да, да, да. Ранее они нам такие старые девки казали. А теперь мы уже этими стали. Силейши были. Почти их пережили. Так вот бабушка да дедушка-то за годя готовились к празднику. То вкусно пиво варили. Помните ли, какого? Какого-то ведь не такого, как в городе-то продают, а домашнее. Конечно. И пили, конечно. Вам размешивали? Да, а к нам то и нравилось, что пенилось-то. Как это? Теперь любят дети всякие шипучки. Газировки тебе. Газировки-то раньше натурально было. Бабушка такой без алкоголь. Но, конечно, готовила это. Маленько-то хмельно было. А на стол-то... Каких только перемен не ставили. Господи, бабушка пекла, студни варила. Ой, а рыбы-то всякой на столах-то было. И солёная, и печёная, и варёная. Сёмгу-то мы не хотели тогда, да, котя? Нам было лучше подавать... Карасей? Не карасей. А дядя Коля привозил в город трески горячего купчения. Попробую, что бы вы хотели. Дрались ещё из-за пуска. А ведь нас много было, да, вот как чего хотели. Ну, как в том кино. И Краза Морска-Табачкова. Нам ни круг красной дедушкиной не надо было. Всё можно. Не хотели. Рярчики до хуропатки ещё были на столе. А квитнала в праздник-то, чтобы не менее девяти перемен было на столе. Бабушка у нас такая была стряпуха. Её на все там особые мероприятия приглашали и на свадьбы готовить. Готовить, да. И на похороны всё ей просили. Вот. Побалованы мы у неё уже были. Вкусным-то, да, дядьки? Да, да. Солоняки-то какие. С голублём. А чёрно-то каша с маслом. Ой, до сих пор меня спрашивают, что за чёрно. И нам её объяснить-то не знаем, как ведь. Да, и ржаной какой-то муки, такой формы держала. Масло в середине. Так вот бабушка, дедушка, вот это всё вот и воспринимается. Да, да, да. И вот это всё выносилось за стол. Нас детей-то за две очереди покормят, откормят. И отправят на улицу бегать. Морозов-то тогда никаких не боялись. А мы ещё бабушкина да дедушкина одежонку-то всё наденем. Спряся, упрыгал. Да. Вот и... В снегу-то роем всякие ходы-то дедушки под лодки-то. У амбаров-то прыгали. Спряся, во-всё, поди, ничего не боялись. А домой-то придём. Всё, одёжу-то на пяти разложили. Шарвары-то особо, которые снегом-то облеплены. Стоя, стоя. Стоя, стоя. Сами накормят нас на пыль, на пыль, и там залезем к печи-то. А взрослые-то сидят за столом-то, всё что-то говорят, и песен. Много-много песен пелось. Как хорошо пели. Бабушка у нас пела тонким голосом, а её сестра-младшая, тётка Марья, толстым голосом пела. Бабушкина-то семья у нас певка была, а дедушка-то не певучий был, но он зато хорошо рассказывал. Он нам всю русско-японскую войну рассказал, всю гражданскую войну про интервенцию у нас на Севере тоже всё рассказал. Только мы мало были, да девки, да кнепраты это хотели слушать. Мы ведь тоже даже в школу-то учились. Выбирайте, а у Стерлицка сражение или бал Наташи Ростовой. Мы всегда брали бал Наташи Ростовой. А вот лучше у бабушки чай-нибудь клянчим. Расскажи нам, бабушка, чего-нибудь. Ну, конечно. Ну, вот так вот. Такие вот были гостьбы. А ещё-то у нас город Топинега была уездной небольшой. Раньше-то она в народе это звала сволоку. Проходила большая Никольская ярмарка. У нас же ведь место-то такое, не пора-то людно. Пинешь где-то. Глуши. Да, худо добираться-то. Вот, а зимой-то хоть по зимнику. И там была хорошая оптовая ярмарка. В Пинегу-то, веки, и на Оленях. Да, да, вот отсюда народу-то съезжалось много, да. Так с Москвы, с Питера были, с Ростова были. Со всей нашей губернии приезжали. Зыряня, самоеды, птицу привозили. Глухарей, меха, шкуру, рыбу солёну. Кости, дорога. Моржа до мамонта с новой земли до Печёра возили. Лошадьми мизенскими торговали. Да, да, да. Там лошадь-то хорошие, маленькие, сильные. Низенькие такие. Лошадь-то крепкие. Неделю шла ярмарка-то там целая. Никольская она называлась. А привозили-то чего нам? А нарядов-то сколько? К мануфактуру. Жанкам до сих пор вот эту мануфактуру-то и носим. Старую-то. Нам ещё досталось, видишь? И сундуков-то. Украшения, браслеты, серьги, сурвульки на шею. Бабушка всё говорила, да? Ну, закупали ещё муку, соль да сахар. Всё, это по казёнкам местные покупцы. Там вулогины да развозили. Чего ещё? Утварь деревянную, глиняну, гончарную. Да и посуду кузнецовской завода, и посуду тоже привозили. Хотя у тебя до сих пор ещё в шотовой, то в родовом-то доме кузнецовского-то завода посуда стоит. Чашечки чайные? Да, да, да. Есть, есть, есть. Вот. Чего ещё у нас на Николу-то были? Так, и что, и застолья были на Николу-то? Вот. За сто лет-то, я говорю, что я из детства запомнила? Пятьдесят с лишним годов назад. А как Никола-то есть зимний, а бывает, что есть и летний? Или чего? Да. Вёшный Викола, он на 22 мая. И у него приметы даже есть. Он называется травной. Тоже вот лошадей выводят, а другой вот морозной. Никола-то зимний лошадь во двор загонит. Никола-то вешеной травой откормит. Ага. Примечайте, какой будет на Николу-то. На 19 декабря. Какой будет и 22 мая день-то. В календаре-то себе напишите, чему было мороз. Винний или чего-то. Тепло или чего-ли, да. Если винний-то будет, да хороший урожай будет. Вот как бы сегодня тоже у нас и деревья-то виннии. Такой видит, так хорошо. У нас нет еще один Никола-то на август 11-й. Но он так особо-то не отмечается. Только у землепашцев. Это день рождения святого Николая Угодника. А знаете ли, по 120 раза на году Николу-то празднуют. А пошел. А вот послушайте-ка. Вот как-то раз в осенную пору мужик увяз с возом на дороге. А мимо идет Касьян Угодник. А мужик от к нему и, дескать, пособи-ка, не узнал ведь его. А Касьяна ее отвечает. А некогда с тобой валандаться. Не хотел в грязи-то валяться. Ползать до мараться, так и далее пошел. А немного погодя, идет Никола Угодник. А мужичок с той же просьбой к нему. Но Николай Угодник взял да помог мужику. Потом пришли оба Угодника в рай. Бог стал у них выведывать, где были, да чего делали, да чего видали. Но они вот все и рассказали. А к Бог Касьяну-то говорит, Что ты, Касьян, за то, что не захотел марать райского года платья, а будешь наказан. Тебе молебен будут служить только раз через три года. Это когда же? Да, в високосный год. А тебе, Никола, за помощь-то мужику, так два раза в году служить будут. А к той поры так и ведется. Касьяну только раз в високосном году служба идет, 29 февраля. А Никола и так два раза в год. Вот 19 декабря будет. Да еще и 22 мая молебен служат. Вот как надо запомнить. Да, 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 всем богам по сапогам. А Николе более, что ходит вдоль. Да уж так. Святой Никола-то ведь у нас угодник первый. После Бога у мужиков под сестью всегда был. Ага, такой. А всем ведь помогал. И крестянину, и тот, кто путешествует, и мореходу прежде всего. Ценилось у них. Песню Николы давайте испоем. Ой, да мне казался, о, Миколы долог день, Да моя милка молотила целой день, Да молотила пузно беяла, Да рожь носила, дружка видела, Да мою дни, Пой, по полюшку идет, Да рожь веселую тальяночку несет, Да у тальянки ножки то отченые, Да переборы по золотеные, Да такая янка на два тонна говори, Да по дожди роди мой батюшку жули, Да дай-ка с любушкой по доле походи, Да постой я и с ним поплая, А талии, да на тальянку слезы таля, А талии, да дай полюбушка платочка подержать, Да дай сударушка тальянку завязать, Да от погоды, от великого дождя, Да чтобы не было тальяночки вреда, Да пожалелая платочка не дала, Да нелюбимому свой песню дала, Да нелюбимой от полно ошибает, Да меня девушку подразнивает, Да нелюбодок нелюбимый, Пой меня, да далеко да мне, Пой, милой, сюда да поду, О, шесть, помни, стой, да ты не стой, Да про меня песен не складывай, Никой, да я тебе еще не подданная, Да за тебя замуж не отданная. А, конечно, у нас ведь на поморье-то, Николин ей очень важной датой-то считался, Осенна Путина заканчивалась, А зимна зачиналась, К Миколы уж заканчивали ловсенги, Камбалы, трески, А уж зимний потом Миколы Начинался уж зверомойный промысел, Или подлёдный лов на ваге до сельди, Конечно, работа-то ведь на море какая тяжелая, Так и опасная, шторм ведь может и смыть, Или уж зажмёк, Карбасокот, промеж льдиночек-то, Краздавит, Так и в зверобойном промысле тоже, А как особо-то страшно было, когда льдину-то отнесё в океан? Да. Ой, не приведила скорость. Тут-то уж верно гибель ждала. Да. Голод да холод. У каждого помора ты доживал до скорости? Да, много помирало. Да, в морских пучинах-то гибло? Море брало. Так ведь и по растудной хворобы сколько было? Ой, не было. А море съела? Тяжело ли кто же? Так говорили-то, море съела. У нас ведь так сказывают, Что души-то смелых мореходов, Поморов-то, Уходя покоиться в небо по сполохам. Господи, красиво-то красиво. Да. А далее-то по млечному пути, Да на гусину землю, Царство мёртвых, Где вечный холод да мерзлота. Да, да, да. А уж если в которую душа-то не попадёт туда, Да кто она переселяется в розовую тяйку? О-о-о. И уж если розовая-то тяйка, Да к дому-то прилетит, Да будет критять, Да досадно. Скорбно. Ох уж тут-то, говоря, Жди плохой вести. Чё-то с артелью-то неладно. Белогруденькая тяйцка летили мне сестра, Горя не было пить, Алюшки не ты не принесла. Ты не дуй-ко ветер север, Синя-го-го морюшка, У меня друля в той сторонке Прибавляешь горюшка. А-а-а. О, не зря у нас есть, Говорят, Кто на море не бывал, Тот и страха не видал. А счастлив человек, Коли жив на берег, пришёл. Ах да, Мария, Правду-правду. Кто ведь в море-то не бывал, Да кто Богу-то дался-то не моливался. Да, главный от покровителя моряков, Так это святой Николай. Ему и молятся по море-то, Почитают его. Вот как мужик с моря приходит, Ак и не разболокается во всём фрунте, Сырой, в кровище, грязной. Станем перед образами, Это Николая угодненько доблагодарит, Что живым-то вернулся. А потом уж идёшь Все свои дела править. Вот так почти круглый год Мужик от помор в море и пропадал. Ну где-то бывает месяца два, Дома-то бывает весной. Хоть на посевной там, да как. Да, маленько. А вот так и возник морской промысел на Руси. А к женщин-то поморок ведь особо доля. Да, да, да. Да и судьба своя. Они ведь вначале привыкают, Так и умеют ведь и ждать. Ну и конечно же умеют и терять любимых-то. Достойно. Скучно, маменька, порой Жить у одной, Эй, ой, да, Скучнее того, Эй, ой, да пойду. Эй, ой, да пойду. Эй, ой, да пойду я на я крыничко по стою. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Куды молодой поезжаю, поеду я в новую землю, да вывезу красную девицу, да девица в отелье не платью, да красная в высотом рыдаю, да тюрька, да в городе вера, да коры поют пеунами, да жены большие над мужьями, да старостой бары-бара, да выборной Татьяна, причасью даю курина, в Москву посела Катерина, да пироги скала Иринья, да пепса кила о просенья, да испец и рыбала о лёна, на стол подносила о брофёна, Да кланила седуша Марья, да ешко седуша Анна, да низко с поглотье о Ксенья, да чисто с подмой все федосья, да кислой квас Василиса, да длинной глина Мефиса, да жито нежаку Матреона, Да белая рубашка Наташка, да красная рубашка Лугашка, да бура-у-бура Федора, да светлой иголы, как вековы, когда всем мировала Маванья. А у поморов-то, конечно, свои традиции и приметы были, которые ведь строго-строго соблюдались. А чтоб возвращение это с промысла было скорым да удачным, Женщины вели в ожиданьи цель. Пойдёмте, Жоноцки, на берег синего моря поглядим, Наши милые далёко и о том поговорим. Да, вот и выходили к вечеру по морке-то на берег, Молить ветер, встанутые вот к востоку лицём-то, Да напевно к восточному-то ветру-то обращаются, молятся. Слова такие говорили. Другой, баб, неделю, месяцы, а которые всю жизнь ждут. Никто никогда и не загадывал, да ведь я-то и не обсуждалась. Да. А на сколько время-то на промысел пойдут? Опасались. Запретно было загадывать-то. Слушайте, у нас бабка-то Матрёна с колышком до сих пор всё на берегу, чё-то стоит, всё ждёт. Дедка своего, а детка-то уже давно нет. Да, так и детей нету, наверное. Нет, никого не осталось. Не успели. Жёнки-то все стоят, жёнки, дети, и никто ведь не ручше на море, никто не ручше на погоду, все стоят и пристально осматриваются. Не появится ли тёрная точка? Да. Не забелели парус? Все глаза оставили. На горизонте-то? На море-то. Да ведь куда-то про море, девки, нельзя, благоск, сказать-то. Ведь им живём. Море-то наше рыбачье поле, им кормится. Да, конечно. И погоды-то не бронить, и тихо не хвалить. Да хотя ещё просили море-то, чтоб утворил он дорогу-то и мужикам, да и сынам-то нашим. Утешенье дай нам, ожидающим-то. Море-то просили. На море, на море, да на сеньём, на море. Да на сеньём на море, да на тихой заводи. Да на тихой заводи. Плавали, пустили беди, плавали, пустили беди. Да, серые малые утицы. Да, серые малые утицы. Просили гуси-лебеди, просили гуси-лебеди. Милосердия с Паскогу. 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 Милосердия с Паскогой. Милосердия с Паскогой. И с Настей обкуривали. И с самих промысловиков тоже обкуривали. А ещё выбор дня был обязателен. В первую очередь никогда нельзя было выходить на Николу, а во вторую на Федосию и Скунью, она летом была в июне. Запреты на эти дни были стройжайшие. В понедельник ведь корабли в море не выходят. Да, и в понедельник, и если сон кому-то из артерии дурной приснится, во все приметы верили. Ведь в опасное дело-то, как говорится, по лезвию ходили между жизнью и смертью. Да, уж порядок-то соблюдали. Трех-то до семи-то человек на карбасонке-то плывет, воевает. Смотрим то со стихией-то. Вот как уж и делали, баня в начале была, да? Потом ведь молебен Николы-угоднику. Да, обязательно. А потом уж общий стол праздничный. Да, да, да. А потом уж сема провожали до карбасов-то. Да. Но беременных-то на берег не пускали. Не ходили они. Не забыла. Да, и беременных тоже. Так давали ведь еще масло в путь, то, чтобы капнуть на волну, то, когда нас рассверепи, то, умасливали морюшко-то. Да. А еще женки-то морского песка зашивали кисет-то мужикам-то с собой, чтоб царь-то морской не утянул их на свое морское-то дно. А малолетних топорничков лет это десяти-то, которые впервые отойдут в плаванье, а по особым правилам спровожали. Они зуйками начинали служить, обучаться морскому делу. Вот как. Хаише на удачную дорогу женки мужикам, у ребят упекли. Да и конку с образом Николы, помощника морского, обязательно каждому моряку выдавали с собой. Говорить-то даже страшно. Уж сам он-то всегда был у них на готове. На работу идут и сам он с собой берут. По всему надо быть готовым. А не зря ведь упрашивали царя-то морского, да царя речного, чтоб открыл дорогу. В море-то, на пути ну-то, и монетку в воду бросали, откопали. Откопали. У природы-то. А уж как мужики-то ведь отойдут от берега-то. Женки-то скорее на камушах-то присядут. Телом своим ведь грели, валунат. Да, песни. Это на быстрое возвращение от тела. И песни тут хорошие, надо было петь веселые. А когда женки-то все домой обратно пойдут, а сосновые ветки ломали, да в стены своего дома-то втыкали. На долгую жизнь. На удачную пути. Вот так и живем. Поморо. С костромы, с костромы, из городу, Из городу, да из Архангельского, Плывали, мой, мой, я рыбой, о морю. Плывали, мой, я рыбой, о морю. Плывали, мой, мой, я рыбой, о морю. Плывали, мой, я рыбой, о морю. Ой, креста боли, мой, я рыбой, о острову. Ой, о острову далекой диной земли. Плывали, мой, я рыбой, о морю. Плывали, мой, я рыбой, о морю. Плывали, мой, я рыбой, о морю. Да, а дрова заготовляли до света, до лутину. А готовили наряды, до маски. А еще для чего? А чтобы покудесить. А, да, да. Ряжеными ходили. Ряжеными-то походили. Красавец, скоро у нас будет. А ведь еще тут же и решали, а у кого можно покудесить-то? Не каждому ведь еще ходили, да, подшутить-то ведь. Над старым это ведь неладно это было. Грех. Да. А вот договаривались, кому покудесить-то пойдут. Да. В какую семью можно зайти со звездой-то славить? А на Никольских-то посиделках особо работу-то и не брали. Да, да, да. Да, так, для отхода глаз сколько? Там больше-то все целовальные песни пели. Заводили припевки всякие. Припевали девок-то к парням. Да, да. Да, у нас эти тоже есть припевки-то? Да, да. Споем-то несколько. Да. Сядем мы по лавкам, глянем мы по деревкам. Все девки-баскеньки, да, все хорошеньки. Да, у дной не дошли, да, до аннушки. У нас аннушка хороша у нас с Иваном. На прибожане по сенечкам ходила, не по новеньким. Гуляла, не четы-четы считала, да, не месяц примечала, примечала. Она до себе, дружка, да, Иванушка. Как любой, так поклонись, не любой отворотись. Дякуля на любой лет? Да. Помнишь, как созналось-то? Гуси, вы гуси, где вы гуси были? У его рода сия, чё ли, вы чё ли? Как Людмила плачет, в сундук преподает. Дары вспоминаю, дары, дары, дары. Три зимы я пряла, три весны я втала. Три лет помелила, тесом раздарила. Слекру на шанёшке, все крови на станишку. Князю Егору сыпать и рад. Как любой, так поклонись, не любой отворотись. Ой, Людмилка, а любой ли? Любой. Уже мялась. Ты бы старше, да. Беда, Людмила. У Александра на тонёхоньку придёт. Он на ниток, что за ниток поведёт. У золочки на козы ваёт. Да, по козы всё погасываёт. А Иван от подбедал до подбедал. У золочки собирал, да собирал. Он же думал, сахарок, да сахарок. А кто смашит, у золок, да у золок. Как любой, так поклонись, не любой отворотись. Мария, держи ответ. О, аппарату любой. Согласен же мне. Бежит зайко горно стойко. Несё лицу зеленицу. Про душу так удилицу. Да про Анну мастерицу. Наша Анна мастерица. Она по воду ходила. Да Ивана приманила. А Иван от господин. В фолоры едёдин. Садись, Анна, сами поедём. С нами, с нами молодцами. Да с ссоренами. Как любой, так поклонись. Не любой отворотись. Ну, Анна. Не да, бедной. Ну, ладно. Что дело? Тина, тина, тинуша. Да и гордень тинуша. Завались, женишок. Завалился за мешок. За гору хову муку. Так, Людмилы на руку. Как пришёл такой указ. Целоваться сорок раз. Да теперь и чепри нас. Как любой, так поклонись. Не любой отворотись. Любой ли? Пората, любой. Пората. И сорок раз. Целоваться-то будёшь? Да, согласна. И при нас? Да. А губата оттупырится, говорят, до ненеги. А до кона? Тёрная ягодка смуродины, Когда по тарелочке катается, Да, словно сахар рассыпается, Седана, кого же ты, Нина, надеешься, Седана, кого же, Олександровна, надеешься, Да, я надеюсь и надеюсь, Седана, Ивана, добра, молодца, Дана, Ивана, Василия, Витя. Как любой, так поклонись. Не любой отворотись. Ну, Галинка, с тебя есть спрос. А не скажу. Ой, кака-ка. Таится. Таится, таится. Затаилась, но не. Что-то задумала. Девки, а кроме припевок-то, В тёмных вечерах она посидела, В тёмных вечерах-то всякие страшные шелесты Сказали. Да, да, да. После них, по неволе, Девки-то одной, Одни-то боялись идти, Думаю, запугают девок-то всякими там Чуликинами, да, Барниками, да, Винниками, да, Покойниками, да, Слешаками, слоханками. А парням-то ведь только это и надеешься. Ой, чтоб с барышней-то один на один остаться, Пока до дому-то доведёт, Так, пожалуй, летом хоть и вём. Шепанёк-то, да. Да, да, да. Ой, вот, Люсенька, Ты сейчас рассказала, Так, я так и вспомнила Про покойника-то В Красном. Господи. Старушка одна жила, Александра Григорьевна Беляева. Да, да, да. Ак она много всяких-то историй-то знала. Гостика такие. Ага, вот одна-то из них, Так, вот, скажу сейчас. Ну, давай. Покойник такой. В доме, Ак делать-то уж ничего нельзя. Да. Ак один мужик вот помер, Ну, его, как положено, Обредили, На лавку положили. А у ей-то ребёнок был. Лет, ну, трёх-четырёх. Такой. Стала эта жёнка-то муку молоть За улки, за печью. А ведь надо было кого-то покойника сидеть. А ребёнок-то на пице сидит. И вдруг он к матери-то кидается. Ой, маму, Так, который разукутался. Да что ты? Господи, ты. А не крикни давай ничего. Я стара, да не побоюсь. А парни цёк отпустишься? Такой. Мама, Ак та-то-то встал ведь уже. Ох. А ну тебя. Не кофе доедем. Да уж. Мама, Папа так пице идёт. Ох. Тут она-то и вскатила. Да ты видишь, и правда ведь. Господи, бедата, какая бедата, какая пришла. Схватила ребёночка, тогда на питьку, полезла. А он подошёл покойника, брусы-то, да и грызё его. Вот бедата. Не может забраться на питьку-то. Не да. Жёнка-то плачёт. Ребёнка-то жмёк себе. Ой, ой, что делает-то, что делает-то, что делает-то. Он всё грызёт. О, беда. Грызёт. Она опять. Господи, святые угодники, помогите мне, помогите. Тут визбутый старичок заходит. Ой, старый такой, седатый, ремховатый. Дедушка, помоги, помоги, Хо Христа ради. Ой, плачут, а ему жалятся. А этот старичок-то так, строго, покойника-то рукой, как жатно. Иди на своё место. О, ну. Покойник-то и пошёл на своё место. Вот как. Портном-то закрылся. Жалко-то и говорит. Ой, дедушка, страшно-ка-то нам, страшно-ка. Офиги-ка с нами. Нет, говорит, не могу. На море-то караб, Тоня, мне надо идти туда. Спасать надо. А кто думал, тебе был-то это? Николай. Чудотворец. это вот и был Николай, там чудотворец. Да, ведь много их страшило, к нам в детстве говорила. Всех выручал. Да. Вот так, покойники-то. Да, Александра-то Григорьевна, недалеко от бабушки, тоже летали, все, бабушка ругалась, что напугает, так думаю, вы им все идти. Я, так, девки слышала, такой рассказ, он и страшной, и срамной. Вот это беда какая-то. Бывало такое-то и нельзя рассказывать-то, но я так. Да ладно, скажи. Игра. Игра, да. Было кто-нибудь, где играть, из вас, ну, это как-то в нее не колы, а это было на святки тоже, что готовились, так уж это тоже все говорили. А это на святки играли, да. Вот, это шалили мужики, которым годов-то по 40, брали с саней настил-то вот этот деревянный, до мужика на этот настиль положат. Во все бело одето, лицо все мукой выбелено, на голову платок и еще простыней закрыт. А между ног ты шейденник положат ему. Вот, мужики несут его, целый процесс идет. Плакальщица-то ревет ведь, голосит на всю улицу, что Николушка ли, кто там ли Макарушка, кто Маша, ты не помнишь? Ну, какой мужик, каждый, каждый, кого несут, до того, ну, скажем так, Макарушка, пусть помер, да, и Плакальщица идет, и девчонка идет, наряжен тоже мужик. Вместо кадила, то там лапки трясем Машу, угли там лапки, туда все. И смотрят, идут, в какой же избе святу побольше, где гости-то сидят, и заходят. Покойник это нам заносят, рассказывают, что вот Макарушка-то помер, прощайтесь все, надо подойти, каждому слова хорошие ему сказать, что какой он был хороший, да и поцеловать. Девки-то все перепугались, а хозяйка-то испугалась за свою-то девку, ой, девка-то у меня не бывала, в каком-то не слыхала, не видала, ой, куда-то она чего-то, ну вот, девки все шарахаются, бежать хотя на улицу, к дверям, а мужики стоя не пустают. Не, не. Вот стойте, идите сначала, попрощайтесь, поцелуйте его, а потом уже и выпустим. Плательщица-то ревет, да на кого ты нас оставил, да дедушек-то малых, да меня-то, ну, да кто нас формить-то будет, а дедчо подходит, а ты Маша, Маша и говорит, ой, ой, Господи, душу, пусть ему будет земля, пухом царство ему небесное, вот ходит тут вокруг Маша. Как тоже. А девки-то все боятся, но все равно их тащат покойник. Все уж попрощаются, да. Все, да. И вот очередь-то пришла Катеринки. Она-то первый раз не видала, посмотрела на этого покойника-то и стала тут целовать его прямо в губы, задержалась, а груда-то была красива, и грудями-то и задела покойника-то. У покойника-то одну-то руку выставил, обнял ее, а у и там кот простыней-то веник стал поднимать. Все покойники. А она как за ребенком испугалась. А они все кричат, покойник, покойник, вот встает. Ой, девка-то, Катерина-то упала в обморок. Мать-то и кричит, да что ты, девка, потому что ты боишься-то? Разве ты не узнала, ведь это ряженые ходят. Вот так вот. Ой, все хохотали, хохотали. А вот, видите, что мужики-то потом разделись, показались, что это они шалят, так ходят. Так вот, пока хохочут, так смех-то и страх побеждает. Потом и не страшно стало. Ну, похохотали, да, мужики опять взяли покойника, да, пошли на улицу, пойдем еще в какой-нибудь соседний дом, так может подадут, трючку выпить. Так еще пошли на улицу. Ой, а женка-то одна тут сказала, как-то рассказывали такую историю тоже, так одна женка-то и сказала, а я бы говорила, ты кого-то мужика, да, с веником, так сразу бы к себе домой поволохла. Спасибо. Вот же такие хулиганки. Ах так уж, это шутили тогда. Ну, да. Таких страхов наслышат, наслушаются, да, насмотрятся, так как домой-то идти в тему. Ну, ну, зима, да. Зимонька, зима, зима была морозная, ой, е мороз, зима меня, да, меня добра, мою лоця. Мороз, зима, ой, да, меня добра, мою лоця. Ой, как жона-то дали с мужем, да, ой, на немладу и ужила. И владу жила, и уйда, шима, не в советице. Уйдут жена-то дали мужа, да, ой, на мужа-решила. Так жена-му-жа, и уйда, ой, на мужа-решила. Ой, зимень, с отсылком свела она, там его повесила. По висевшим му-э-уэ-э-да, сама по двору пошла. Ой, пришла, шима, по двору, да, сама села на э-а-скорью. Пришла по двору, и уйда, шима, села на э-а-с-камью. Ой, села, шима, на э-а-скорью. Да, сама горько, плээ-а-кала. Села на э-а-с-камью. И уйда, сама горько, плээ-а-кала. А-а-кала. Ой, рос, проклята моя жизнь. Да, здесь сверхчужим можем жить. Вот и песня-то такая же страшна. Да. Я еще хочу вам сказать, вспомнила, как Александра Григорьевна рассказывала еще, как гадали-то на свет и ветера. Вот одна девка гадала на свет и ветера. Пошла она в пустой дом, в зеркало смотреться. Пришла, все как Настя сделала. Хлеба, соли положила, два зеркала и свечи засветила. Смотрит, зеркало-то да приговарива. Где мой осужен живел? Приезжай, хлеб, соль кушать, я посмотрю тебя. Ну, тут на повете то в пустом-то доме звоны, колоколы, да и кони тут топчутся. Ну, гости наехали. А потом глядит, идет солдат с шашкой. Ну, они тут за стол сели, хлебосоли покушали. А девка то у солдата взяла, да шашку то утянула под стол. Украла ведь, вот какая. Вот какая узорна людова. А те гости то потом уехали. Девка то думаю пришла с шашкой, воротилась, да и положила подаля в сундук то с приданым спрятала шашку до. Ну, через некоторое время к ней сваты приехали. Сосватали эту девку. А за кого думаете? За кого? А за того самого солдата. Вот и кого ведь свадьбу справили. Затянула пожили. Ребенок у них народился. А он все ходит да думает. Ак откуда я тебя мог знать? Где я мог тебя ранее видеть? А потом спросил у жонки то вспомнить никак не могу. Где тебя видел? А она потом ему все и рассказала. Про гадание то? Да. Ак он велел эту шашку то принести. Она принесла отдала ему. Ох уж он ее за эту шашку то так выстегал. я говорит на посту был. Меня какой-то вихрь поднял. Да куда то носил носил не знаю сам куда носил. А за эту шашку то нельзя. Ак я тебе должен бы голову срубить за это. Да ребенка жалко. А вот он не срубил голову то жалко там. А потом мужик аппарата заболел. то и помер ведь. Вот какие случаи то в жизни бывают. Ак нельзя человеку то наперед знать. Что с ним суждено случиться то. Нельзя. Не ладно это. Нельзя было и брать шашку то. ничего. Ак вот что посиделки то посиделками сказ это сказ ами. А ведь не только. Ведь на посиделках то этим занимались. дело то ведь своим чередом шло. Чем еще? А приглядывали парни да девки друг дружку. А свахи то смотрят которая выросла. Сватов надо ведь направлять будем. кого выбирать. После крещения то уж можно было свататься. Да да время то подошло. Жесть продолжайте. ты березка березка роскодрявая ой роскодрявая только журавая когда когда взошла да когда выросла ой весной как зашла да летом выросла зорем то я цвела да солнцем вызвела ой у меня о девушки да много горю ушта дьявам то сердце да молодой парень молодой то парень до лет семнадцати ой лет семнадцати до восемнадцати восемнадцати пяти годов до ся нарушилась любовь ой ся нарушилась любовь любовь я любила трем дружков как первого дружка сына крестьянского Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше 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 Ну что ж, хорошо попели, хорошо посидели. Вопросики позадаем, которые у нас в эфир поступили. А вдруг вы на них ответите? Если несложные. Если несложно, ладно, считать заставлять не будут. И корень квадратный, если какого-то там большого числа, тоже не будут. Вопрос от Антона. Вы мне моих тетушек напоминаете, они беседами сопровождали готовку пирогов. А вы печь любите? Обязательно. Ой, сегодня уже на пятенок, всего. Вот теперь буду сям девок-то маленько отпаивать. А чё пекли? Пирог с творогом пекла, да? Да, с брусникой. А я с брусникой пекла. Катерина, вон, с брусникой пекла. Да, да, с грибами пирожки пекла, да? А у Катерины, так есть ещё свой рецепт. Она может рассказать. Она пока гости разуваются, да раздеваются, так она жива на пеке. Ну-ка, давай поделись, поделись. Как называется-то? Держанники? Держанники. Вот, конечно. Так чё, господи, никакого секрета нет. Она просто квашу развела муки, да соли, сода чуть-чуть, да на сковороднике, да чуть сметанкой полила, да и в печку. Вкусно. Все любят. Нам глянется чаще. Да. Зуби. Марья, так-то у нас ещё умеет печь калитки на слощниках. Да, да, да. Бастер-класс ещё даёт, да. Я калитки-то всякие пеку. Да. И картофельные, и с творогом делаю, и с ячмёнкой делаю. Крупины. Это меня, да, крупинники ещё называли. Это меня всё мама научила этому. А у меня и дома любят это всё. Я часто пеку, да и девок-то угощаю. А ездили ещё в Норвегию, ещё и там всех угощали. Все ма пекли. Катали все. Учили все. Ой, с осени таскать, так ведь надо аппарату долго, как на бушу, то компанию, так, с вечера, с вечера. Да. Готовили. Да, кстати, и только у Марии получается, у нас-то нет. Да, ничего. У нас не такие ловкие руки-то. Наука, еще не набита. А я что-то в последнее время, так, на колоба сбросила меня. Да. Как вот там. Колоба-то у нас фирменная. Да. На пене где-то уж. Какой жир там есть, так, слетана. Ну, у меня сливки теперь в деревне, да всё есть, так. Брошу, да, с ольца немножко, так они такие хорошие получаются. Рассыпчатки, да. А раньше, что у нас бабушка-то пекла, да, из ржаной-то муки колобките. О, какие рассыпчатые. Но у меня такие-то не получаются, какие ранее у мамы были. Конечно. У тебя ведь и коровы нету. Ранее только не миска. Да. Да, жирные ведь. А как колобките ржаную в муке печь? Все любят печь-то. Как колобки-то ржаной в муке печь, расскажите. Слышно меня, нет? Нет. Не слышно. Нет, Гарри, слышно? Нет. Я говорю, как колобки из ржаной в муке печь, расскажи. Не поняла? Из ржаной в муке как колобки печь, расскажите. Что тут добавлять надо, чтобы они мягкие, дросыпчатые были. Ржаной в муке, ранее у нас бабушка пекла, у ней своя корова была. А почему получались из ржаной в муке? Вот я нынче брала ржаную муку, и тоже маслице туда подолью, и сметанки положу. А уж все не то. Надо бы вот муку-то замесить сметаной, да маслом. А где масло-то нынче какого? А если все из-под коровы лить? Все жирно, свежо, а ведь беда хорошей колобки. Так и печь была русская, а сейчас духовка печь. Да, и русская печь. Я вот летом-то живу в деревне, так у меня там русская печь, так я там уж все пеку в русской пице. Ну, не такие все равно получаются, потому что сметана не та, мука не та, да и маслицу не то. Да в общем, не та мучка и не те ручки. Да-да-да, конечно. Вы к норвегам ездили? Бывали. Не раз. Ну вот, как там у норвегов, что-то есть общее с поморами нашими? Есть. Ну и что там общее, расскажите. А вот, не знаю, вот так вот одним словом не скажешь, в характере что-то есть общее. Ведь у нас одно поле-то, это море, и оно объединяет. Грибу так же ловят. Да, так же едят, как мы. Да, треску так же едят. Тоже вялят, да. Объясни, обычные. Вялят, да, запекают, да. Отваривают, да. Море кормит. Да, да. Нас тоже кормило. Мы с Людмилой ходили на причал, ловили. Первый раз ловили такие, как-то треската называется, детеныши-то маленькие. Нам показали, на причале мы с ней встали, леску, крючок. И надо было, это, веревка, да, была, не леска, подвести этот крючок-то прямо к рыбе. И подсечь. И подсечь. Вот так мы и наловили уху. Смотрели на полуэтиленовые мешки. Ага. Мы первый раз золотую рыбку увидели там в Норвегии. Вот эта маленькая-то трешочка, такая она, наверное, сантиметров 15-20, да. А она золота. Вот детка-то, наверное, старик-то такую рыбу-то и поймал. Золотую рыбку, да. А когда только в воды она такая видится. Нет, она на тарелке лежала, да. Мы говорили, мы фотографировали. Да, золота есть, да. Характер такой же, дружелюбные они такие, гостеприимные. Тоже нас тут везде приглашают. Сдержанные эмоции тоже, как истинные северяне. Первый-то раз на поморский фестиваль приезжали мы туда, ну так немножечко они стороннились. Но мы сразу с мэром города Вардё задружились. Так потом с нами все дружили. Как приедем, так праздник в Вардё. Да, делали. Все в гости ходили. Ну, а традиции похожие есть у вас с ними? Или у них с телами? Ну, они же сейчас живут в городе. Что, прям все живут в городе, что ли? Например, у нас в деревнях-то у них, конечно, мы не видели. Да и что мы там приедем на праздник на два-то дня. Да еще ведь язык. Да еще барьер-то, да, вот, еще переводчики. Но ведь Анализа-то пела. Ну, такой же, да. У них такой же музей поморский. От нашего не отличить. Все то же самое, да. Да, но все равно все-все, говорим, как у себя. Да. И в старину тоже так же рыбаки бедствовали, как наши поморы. И хлеба было мало, сухаря даже были рады такому, когда и детей не бросали. Похоже, только что языки разные. А так, поморы, это и есть поморы. Они когда в Крупогоры к нам приехали, помните, мы совместный концерт давали на Петров день. И они зашли, ну, к моей маме, мама была еще жива, мама фотография была. Мамы-то, наверное, уже не было. Фотография стояла, как раз в том году она умерла. А как они подошли и говорят, о, мать-то у тебя есть поморка по внешнему-то. Да, да. Такая поджара, сухолица. Ну, вот так вот. Хорошо. Так, ну, нормально, такие же, как и мы. Да, приезжали к нам с визитом. Мы тоже их тут возили в наш район в Пенежский, показывали, как люди живут сейчас. Совместные программы делали. Хлеб наш насущный. Так они плакали, норвежцы, когда вместо, вот как мы пироги подаем, да, угощенец, или там калитки, вот, колоба, они подавали сухарики, на подносе сухарики. Чёрные-чёрные. Чёрные сухарики сушеные. И они плакали, видимо, вспоминание какое-то у них такое было о голодной жизни, тяжелой, трудной. Они ведь раньше так тяжело, куда жили? Да. Ну, хорошо, следующий вопрос. Наталья задаёт вопрос. Первонаперво, низкий поклон вам, милые, за то, что украшаете наш мир своим ремеслом. Многие наверняка помнят советский рисованный мультфильм «Архангельские новеллы» со своим особым глубоким смыслом. Слушая вас в эфире, возникло желание вновь окунуться в многогранный, загадочный и самобытный мир фольклорного искусства по море. Что порекомендуете, милые, почитать, посмотреть, послушать? Благодарю за ответ. Ну, я не знаю, послушать Шерги. Очень нам нравится Борис. Читаем мы его, иногда делаем какие-то представления, постановки с ним. Писахов, Степан Писахов. Почитайте. Там много сказано. Там много всё сказано. Про жизнь. Можно каждый день читать и всё что-то, даже ту же самую сказку по-новому открывать. Понимаете? Смотря вот как-то, ну вот так вот. Нам они нравятся. В этих сказках жизнь показана. Так. Следующий вопрос. Людмила рассказывала сказку-то ты на Дефилета. Скажи-ка немножко Небесный Хароотто. Да, да, да. На царско-сельской вечере говорили. Если время есть, так могу рассказать. Она не длинная. Вот так расскажи. Недолга. Недолга. Однажды наши жёнки, северянки-то, задумали небесное гуляние устроить. Девки-то нарядились все, в небо вызнялись. Одна другой краше. Разнаряжены. Одеты штофники, сарафаны разноцветные. Коротенькие, ворчевые. А на головах-то повязки золотые, даже мчужные. Ленты шёлковые. Дашали так и развиваются по вёдру. Девки-то все расширились в хороводе. И как цветы в небе-то засияли. А ребята-то не отстают. Ногами-то топают, каблуками-то прихлопывают. И тоже выяснились под небесью. Пляшут, поют. А гармонисты-то на земле гармошки растягивают. Трёхрядки с колокольчиками. Я так дымала, да, была. Плясать мастерите. В красном сарафане золотыми ползументами Выше всех выскочила. Да, в хоровод поднебесный. Да, как пошла в присядку. А в леднице-то люди-то тоже стоят. Не просто так. Тоже пляшут да поют. А ногами-то в разные коленцы выкидывают. Весело, шумно. И тут вдруг веселью конец пришёл. Гурядник пришёл. Язычным голосом кричит. По какому-то кому праву Вы тут гулянье устроили? И кто это Вам тут разрешил? И есть ли у Вас такой какой начальственный указ, Чтобы сверху там гулять вверху да разглядывать? Может, Вы какую военную тайну там хотите узнать? Было то дело на конуне японской войны. Усы распушил, распуфырился и ещё громче кричит. Кончайте всё гулянье. А мы-то знаем, что ему надо в леднику-то. Вылили в его белую трубу Целое ведро сего летнего пива. Ой, да. Он от угощения-то никогда не отказывался. Жадён был до угощения-то. От пива-то его разнесло. Разбух весь. И выяснило его вверх. Несло, куда мы не знаем. Да нам и к чему. Ну и дальше своё гулянье продолжили. Вот такая сказка у нас есть. До сих пор, наверное, там где-то. Где-то. А мы ещё одну вспомнили. Вон Галя сидит с Костуком. Я давно уж не рассказывала-то это. Да, зеркальце. Зеркальце. Шагина. Да. Уж, коль забуду, немножко так принапомните. Ну, давай. Так давно это было. От упору о зеркальце-то и слыхом не слыхивали. Да и видом не видывали. А мужик с жёнкой одни жили. Мужик от раз в город и поехал. Да там себе зеркальце-то и прикупил. Жёнке-то про это не сказывал. А к никому и не показывал. Сам поглядит. Да и в карман-то упрячу. А жёнка-то у него баба-то какая была. Сами знаете. Скрыть, если что-то. Ну, сами такие. Ага. И дивно ей всё это. Да что такое? Мужик от что-то из кармана-то вынёв. Поглядит, да обратно и положит. Прямо к сердцу. Вот мужик от раз со двора-то пошёл. А зеркальце-то в сундук положил. Жёнка-то, конечно, тут смекнула всё дело. И только мужик от за порог до кона в сундук от и раз и сплавала. Вот. Глядит. Ба, а что такое? Жёнка. В зеркальце-то. И заголосила она тут на всю ту деревню. Моёт мужик от. Город съездил. По любовницу там себе завёл. У сердца носит. На эко и крик-то все соседи с деревни сбежались. Спрашиваю, что такое случилось? Сказывай давай. А она ничего ещё. Пуша только кричит. Моёт. По любовницу в городе завёл. На потряс писал. У сердца носит. Дивно, конечно. Встала соседняя какая-то как полюбовница. Завелась в мужиках. Ну. Взяла тут одна девка зеркальца-то. Глядит в него. Да и говорит. Ну и рожа. Ну и рожа. Задень не объедёшь. А губы-то, губы-то, говорит. Хоть студень вари. Друга девка взяла зеркальце. Глядит. Да нет, говорит. Она, как будто, ничего обличим-то. Глаза-то вон какие. Блестят. Носит пуговкой. Зубки ровненькие. Нет, ничего, ничего. Она у него. На ту пору-то средь баб-то. Нет, и что старуха взяла ведь зеркальце-то? Старуха-то взяла и говорит. Ба, у неё и зубов-то совсем ведь нет. А на ту пору-то среди баб-то мужик приключился. Вот дивно ему стало. Ну-ка, сосед. Да и что и по любовнице у него. Дайте-ка мне. Дайте посмотреть. Взял старик в зеркальце-то и говорит. О, ба, да у неё ещё и борода-то рыжая. Вот такие сказки, да, у нас. Какие занятные сказки. Познакомьтесь немножко. Так. Ну, давайте посмотрим, ещё какие вопросы поступали. Вопрос в эфир от Антона. Несколько вопросов. По очереди буду зачитывать. Как вы к нехристианским, славянским общинам относитесь? Каким? Нехристианским. Нехристианским, славянским общинам. А мы ко всем ровно относимся. Мы ведь люди-то нейтральные, возрастные. Мы родились-то давно. Как говорили в прошлом веке. Ни в Бога, ни в тёрта. А так, сами по себе. Не знаю. Вот так вот и живём. Мужики, все мужики, пусть они живут. Мужиков-то как-то ведь. Да. Нам-то не пешёл, у нас свои есть. Понятно. Хорошо. Следующий вопрос от Антона. У вас в семье пекут хлеб на какой закваске? Давно уж, как будто никто не печёл. На закваске-то, которая ржаная, лепёшки делали, колоба. Женики-то. Нет, теперь не пекут уже. Это надо тут. Это 50 лет назад было. Да нет, и в деревнях-то и сейчас на заквасы делают. То есть, старые квашни оставляют маленько заквасы, да вот. Да. И иного мешают на той заквас. А мы ведь в городе живём, так у нас такой-то нет. Хлеб от не печём. Мы в современную дрожжи ложим. Следующий вопрос от Антона. Что можете сказать о сыроедении, вегетарианстве и о трезвом образе жизни? Мы за. За трезвость, да. А о сыроедении уж у кого какой желудок. Галя, что ты скажешь с точки зрения медицинского работника бывшего? Каждый человек сам себе выбирает и питание, и образ жизни. Я так думаю. Да, конечно. Ну вот, я не сторонница сыроедения. Я мяску люблю. Почему-то с детства любила мяску. Вот рыбу не очень, видно, её много было. И дичь не очень. Папа у меня охотник и рыболов был. А вот не было у нас коровы и телятия. Но я её до сих пор люблю. А ведь сыроедение-то немцы тогда... Немцы едят, конечно. Они же сыру рыбу едят, сыру мясо едят. А, я немножко не поняла вопрос. Кровь, это я. А Паня-то у нас знакомая девушка была. Это когда в Турганину-то, да? Да, да. А Паня-то у нас знакомая из немцев. Ну так она же и с Наринмаром. Мы пели вместе с ней. Они там едят. Она говорит, мы пьём кровь. Нам это, например, не по душе. Она в чуме выросла. Да, она в чуме выросла. А мы пьём, ведь этого у нас не было. Если только семга сырота. Да, семга сырота. Она просолена, она просолена. А я вот эту Стурганину-то ела у одной Ниночки. Она пригласила как-то меня в гости. У неё это день рождения. Она говорит, давай-ка я тебе рыбки дам. И из морозилки достала. И стругать такую рыбку-то. Но я не стала есть. Зря она вкусная. Может быть, но я как медик немножко этого попаскивалась. Побреевала, да? Да. Понятно. Ответ получен. И давайте в заключение ещё вопрос от Виталия прочитаю. Про простоквашу с мукой, с содой, солью. И это интересно. А какие пропорции? На всё, на глаз. Хотя отвечает. Хотя отвечает. Ты заинтересовал хорошо на скорую трубку? На полулитра кефира магазинского. Ложит 9 слов. Для густой сметаны сделать вот и всё. Чтобы она потом в сковороднике чуть-чуть расплылась. Но не совсем. На сковородке. На сковородочках на маленьких. И в разогретую духовку 180 градусов 15-20 минут. И готово. Маслицем помазать и трескайте. Хорошо. Вот Антон уточняет, что я про сырую растительную пищу писала. Не про то, что я рассказывала. Понимаю, немножко не... Помидоры едим, лук едим, всю зелень тоже едим. Сыру. Картошку сыру не едим, варим, дожарим. Понятно. Так, дальше. Вот Лютобор свежий вопрос прислал. Здравия вам, милые северянки. Люба, дорога, слушать вас. Вопрос вам современный. Как вы относитесь к творчеству таких групп, как Иван Купала и Мунфайвэй? Мунфайвэй. Это наша. Из Архангельска. И приходилось ли вам сотрудничать или выступать с ними? Расскажите, пожалуйста. Благодарю. Так. Вот последняя группа Алёша Шептунова. Он у нас иногда тут репертуар. Ну так, слушай. А вообще к нам ребята молодые приезжают даже с Москвы. Какие-то были аббревиатура. Они много писан записывали у нас. Потом на свой лад переделывали. Не знаем, как уж получилось. Они нам не докладывают обратно, то как говорится, если Гора не идет к Магомету, то Магомет идет в горе. Конечно, мы в проектах принимаем участие. Выступаем. И с группами с этими тоже. Мы тоже с молодыми выступаем иногда. Приглашают. А что не идти-то? Хоть так пусть доходит. А потом многие приходят, что им очень нравится в натуральном виде послушать. Понятно. И комфортно. Понятно. Давайте, наверное, уже будем подводить итог сегодняшней нашей встречи. И в заключении, как всегда, от вас нужно какое-то пожелание нашим радиослушателям сказать. Вот давайте, как сидите по порядку, так и говорите. Поперек солнца тыли. Ну, давайте с меня. На послание не получается. Да ладно. Алексей, чего хочется пожелать? Чтоб люди любили свою землю, свою воду, лес, поля, не разрушали их. Спрашивали разрешения, чтобы чего-то сотворить на них. Чтоб люди любили своих детей. Желали этих детей. Чтоб люди уважали пожилых людей. Не бросали их. Пусть они тоже немножечко бывают, как малые дети, особо внимания. Но будьте, пожалуйста, терпеливы. Друг к дружке, к старым, к малым. Ну, бросить всё раздражение в сторону. И жить хорошей жизнью. Уважать друг друга. Даля, ты? Благодарю. Следующее. Ага, я скажу. Просто я, как всегда, говорю, что любовь правит миром. Это хорошие слова. Потому что любящий человек, он не обидит. Любящий человек, он как бы не предаст. Он не сделает другому человеку плохо. Ну, Лена тут уже как бы сказала всё это. Вот, желаю, чтобы каждый человек не требовал от кого-то чего-то, а сам к себя совершенствовал. Вот, если он будет сам поступать правильно, каждый человек, то у нас всё и общество будет правильное. Так, как положено. А вообще, желаю ещё здоровья всего. Здоровья. В наше время. С точки зрения медицинского работника. Люся? Наша? Ну, так что. А я хочу пожелать добра. Добра во всём. Доброго отношения друг к другу. Доброго дня. И вообще, будьте все добры. И тогда мир будет на всей планете. Добра, до здоровья вам. А я хочу пожелать всем мира. Сейчас очень сложное время. Вообще, на планете на всей. Чтоб все жили мирно и счастливо. Друг с другом. Всем добра, до здоровья. Мира и счастья. Уважайте друг друга. И вас будут уважать. Ну и всё. Напоминаю, что сегодня тема сегодняшнего нашего эфира была Николина Посиделки и Всюземья. А главные соучастницы нашего эфира и главные ведущие нашего эфира это участницы Театра народной песни Всюземья. Вот так они нас порадовали сегодня. Нежданно-негаданно рассказали много чего интересного. Я же заслушался. А на календарике у нас по одному из древних календарей четвертый день месяца Белого сияния и покоя мира 7524 лета, понедельник. А по одному из современных календарей 15 декабря 2015 года, вторник. От себя я хочу вам пожелать. Неважно, кого вы благодарите за то, что вам помогает. Николая или угодника, или даже Бога. Главное, чтобы вы были сердцем чисты. Главное, чтобы вы знали, что у нас древнее прошлое, великое прошлое. И забывать его ни в коем случае нельзя. Потому что, как только вы забываете свое, к вам подсовывают чужое. Но чужое, оно не наше. И оно ведет вас не туда. Вот об этом, если вы будете помнить, то тогда будет все хорошо и складно. И будет мир в ваших семьях. И мир в вашей державе. И мир на всей земле. На семье я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...